На прошедшем втором саммите контактной группы Рамшин-2, как называли его, под руководством министра обороны Америки Остином, там новые страны уже прибавились, обратите внимание, уже 44 страны, все как один говорили о том, во-первых, каждый из них говорил, чем он может помочь Украине. И с другой стороны, был сделан акцент нашей администрации, военным руководством на то, чтобы те страны, которые уже имеют противокорабельные ракеты наземного базирования, чтобы они как можно скорее начинали поставлять Украине. Проблема в том, что существует два вида противокорабельных орудий. Первое – это гарпуны, которые еще были разработаны в Америке в 1965 году. Потом эти гарпуны, дальностью 124 километра, они были поставлены странам-членам НАТО. Да они, к примеру, Румыния, вот, по-пу-корже уже стали поставляться. И они имеют наземное базирование, то есть они на колесах. У нас в Америке нет подобного, потому что в этом не было необходимости. У нас нет врагов, соседей, граничащих на суше. В основном противники потенциальные – это Россия, к примеру, или Китай, которых Америка есть в случае войны, может атаковать только с морской акватории. Поэтому сегодня остро стоит вопрос о том, чтобы обеспечить Украину именно гарпунами, вот этими вот, о которых речь идет. И с другой стороны, у нас есть другой вид нового оружия, которое давно уже востребовано Украиной. И над ней сейчас работают Naval Strike Missiles – это морские ударные ракеты. Они сверхзвуковые, дальность на 60 километров больше, порядка 185 километров. И они тоже, к сожалению, они базируются на наших кораблях. И вот сегодня в срочном порядке эти ракеты переносятся на наземные шасси. Более того, проблема в том, что электроника, которой начинены эти ракеты, они связаны с работой других систем кораблей. Поэтому довольно сложная работа предстоит, заключающаяся в отключении от общей электронной системы кораблей и приспособлении, придании автономности этим ракетам путем базирования на шасси, на колесах. Это серьезнейшая работа. Причем по ходу приходится изобретать что-то новое, с которым американская инженерия не сталкивалась. Но, к счастью, многое уже сделано. И буквально со дня на день эти ракеты будут поступать на украинскую землю. Короче, сегодня главный акцент делается на противокорабельное оружие, которое обеспечит Украине безопасность против тех ракет, которые сегодня падают на украинскую землю. С одной стороны, а с другой стороны, обеспечить разблокировку. Сегодня пять украинских портов заблокированы во главе с крупнейшим Одесским портом, который срочно нуждается в его освобождении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...